Мобильный офис Напомним, что с 1 января 2016 года вместо привычного расчетно-кассового центра в город пришел Московский областной единый информационный расчетный центр «Мособл ЕИРЦ». Цель компании – создание в области единой системы расчета, начисления и сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги. Ситуация в городе осложнилась тем, что Мособл ЕИРЦ из существовавших 13 касс оставил 9. Остальные закрыты из-за нерентабельности. В итоге сложности перехода из одной структуры в другую вылились в длинные очереди. А три микрорайона вообще лишились возможности заплатить за услуги ЖКХ в шаговой доступности от дома. Разбираться с ситуацией пришлось за круглым столом. Глава города совместно с Мособл ЕИРЦ приняли решение о начале работы в Лобне мобильного офиса. Офис можно узнать по внешнему оформлению машины. И стоит она там, где раньше работали кассы РКЦ. Лобнинцы пока относятся к такой кассе на колесах, настороженно боятся мошенников. Откуда, кто такие, узнают. Пока только информация ко всем поступает. Пока кассы не откроют, будем поддерживать мобильным офисом. В первые дни работы офиса на него обратили внимание в разных микрорайонах в общей сложности около 30 человек. Причем решились заплатить только половина из них. Терминал по оплате услуг находится внутри автомобиля. У нас вот терминал находится. Люди приносят, дают мне лицевой счет. Я вожу данные. Терминал, к сожалению, сдачи пока не удает. И заплатить можно только за услуги ЖКХ. Оплата за электроэнергию, телефон и радио не принимается. Кстати, заплатить в мобильном офисе можно жителю любого микрорайона. Во всяком случае, пока без всякой очереди. Можно, да. Все это проходит без очереди. И обслуживание буквально минуты уходит на клиента. Мобильный офис работает по определенному графику. С 11 до 17. Во дворах по следующим адресам. Во вторник на улице Комиссара Агапова, 9. В среду на улице Спортивная, дом 3. В четверг улица Букинское шоссе, дом 8. В пятницу Чайковского, 15. В субботу Кольцевая, дом 1. Лариса Панина, Алексей Бойко, Александр Михайлов, телекомпания «Лобня».